Здравствуйте! Я Наталья Некрасова, автор школы машинного вязания, где мы обучаем стремителям освоение абсолютно любой вязальной машины с нуля. Если вы любите вязание резинок, но вам скучно вязать простые резинки, они вам уже поднадоели, предлагаю вам фигурную резинку с перевитиями. Для провязывания этого узора делаем разбор игл. На основной, задней игольнице иглы идут по 3 блоками, на передней по 2, то есть 2 иглы на передней, 3 на задней. Разбор может быть совершенно любой, но перевивать иглы в количестве больше 3 будет сложно, поэтому на передней иголице вы можете оставлять то количество игл, которое вам нравится, то есть можно сделать резинку пошире, можно делать совсем редкие полосы, можно оставлять по одной игле. На задней, на основной игольнице у нас идут иглы по блокам по 3, тем более у нас есть инструмент подходящий, это трехугольный декер. Теперь, что касается плотности, на передней игольнице у меня плотность 6, для того, чтобы стягиваться, хорошо тянуло, то есть это все-таки резинка. На задней у меня плотность 10, потому что вот эти вот косы, перевивы должны даваться нам легко и свободно, то есть если она будет затянута, вы просто не перевьете петли. Для удобства отслеживания перевивов, потому что мы же ничего не видим, у меня используется 5 рядов, то есть когда на счетчике нулик перевиваем с первого блока, когда на счетчике 5, второй блок. То есть таким образом вы не запутайтесь, 0, 1, 5, 2, все, можете себе поставить меточку и не ошибетесь, таким образом вы свяжете узор без ошибок. Берем трехугольный декер, снимаем на него, поскольку нолик на счетчике, первый блок из трех петель, чуть-чуть подтягиваете наверх и переливаете их вокруг своей сети полностью и надеваете обратно. За счет того, что вяжем рыхлыми петлями, у нас эта операция проводится без труда. Потом подправим, если какие-то петли слетели, вот как здесь, видите, самое главное не выставляйте вперед иглы на передней игольнице, иначе вам с ней получится перевить. Они будут застревать за декер и мешать. Перевить это делаем в шахматном порядке. Пропускаем блок, берем следующий. Чуть-чуть подтянули наверх, помогайте второй рукой, перевили вокруг своей оси, натяжи иглы надели. Через блок. Самое главное, старайтесь не зацепиться за колки. Теперь отслеживаем все петли, которые у нас смогли слететь в процессе перевила. Как правило, это соседние иголки. Здесь целые, 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 здесь еще одна. Все. Ставьте все иглы в переднее положение. Для того, чтобы в машине было легче провязывать. И 5 рядов. На счетчике пятерка. Берем второй блок. То же самое. Перевиваем вокруг своей оси, стараясь не зацепиться за колки. И надеваем на иголки. Таким образом выполняется данный узор. Помогайте себе пальцами, либо инструментом, для того, чтобы легче было снять петли с декера. И еще раз, не ставьте иглы в переднее положение. Это, конечно, было бы очень удобно, но тогда нам будут, видите, эти иглы могут мешать. Мешать, и мы можем зацепить за колки петли, которые в данный момент у нас в работе. Перекручиваются. Как только перенесли, можете немножко приподнять. Можно чуть-чуть приподнять эти иглы, чтобы они не стояли высоко. Если они постоянно будут у вас слетать, слетать с них петли. Приподняв немножко иголки, вы решаете себя такую проблему. Иглы в переднее положение. Если этот узор вам понравился, если был вам интересен, полезен, пожалуйста, нажмите «Нравится», поделитесь с друзьями, подпишитесь на наш канал, чтобы быть в курсе всех обновлений. И обязательно приходите на наши бесплатные вязальные посиделки по вторникам. Жду вас в нашей школе машинного вязания, где мы обучаем стримителям о своем и абсолютно любой вязальной машине с нуля. Ваша Наталья Некрасова.